29-й том Творения Святых Отцов Творение Блаженного Феодорита, Епископа Кирского Страница 430, часть 4 Толкование на книгу пророка Михея, 4 глава, 4 стих, кассета 2 Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою, и под своей смоковницей никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Савалофа изрекли это. И доказывая нелживость изрекаемого, объявляет пророк слушателям, сколько достоин вероятий изрекшей. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. О том, что сие не может быть прилагаемо к иудеям, свидетельствуют самые события. Потому что иудеи, изгнанные из Иерусалима, стали целой вселенной пришельцами, блуждающими, скитальцами, и не имеют возможности совершать богослужения по закону. Пророческое же слово обещает, что у веровшего имя Господа пойдут во век и далее. А что в пророчестве означается время по пришествии Господним? Об этом едва не живым глазом вещая, дают такое свидетельство события. Ибо прежде Римского царства частые были у народов восстания друг против друга, так как у каждого народа было свое отдельное царство. Когда же вся власть перешла к кремлянам, и отдельные у каждого народа царства с пришествием спасителя уничтожились, Тогда настал во вселенной глубокий мир, так что уже не ополчаются народы друг на друга. Но по причине дарованного свыше мира воинские орудия превращают в земледельческие, и занимаясь земледелием, небоязненно наслаждаются благами оного. А равно как живущая в мире, занимается и всякими другими промыслами. Одни упражняются в искусство всякого рода, другие избрали торговлю и мореплавание. Иные же, стремясь к совершенству с земным выгодом, предпочли путь божественный и благоугождение владыки, и за сие наследует жизнь вечную. Пророк присовокупляет к этому. Стих 6. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Ясно показывая, что говорит сие небо иудеях, прибавляет воцарится Господь над ними в горе Сионе отныне и до века. Посему, если царство иудейское пребывает в Сионе, и иудеи пользуются вечным и непрестанным промышлением, а не их богов всяческих, то вправе, как сами иудеи прилагать к себе пророчества, так и те, которые понимают оная одинаковость иудеями, быть в согласии с ними. Если же царство иудейское давно кончилось, и иудеи, живя вдали от Иерусалима, находятся в рабстве, и явно лишены Божьи о них попечения, то пусть и иудеи не суесловят, и учители церкви станут на стороне истины. Ибо сокрушенный и отриновенный пророк нависает души, служащие благочестию, ради которых единородное Божие Слово, восчеловечившись на земле, явилось и с человеками пожило. Варух 3.38 И свидетель сему сам Господь, который говорит иудеям, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, и не пришел призвать праведников, но грешников на покаяние. Почему воедино, собирая и мытаря, и блудницы, и разбойника, и подобных им, и нравы их переменяя на лучшие, Господь явил миру святую церковь, царствуя над ними отныне и до века? Так пророк, предвозвестив о церкви из язычников, возвращается к обличительному Слову на Иерусалим. «А ты, башня стада, холм чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к черям Иерусалима». Так иносказательно именует Иерусалим и блаженный Исаия, вернее же сказать, его устами сам Бог всяческих. Ибо сказав, насадил лозу избранную, и притопили, и скопал в нем, присовокупил, и создал столб посреди его, столбом называя храм, из которого, по-видимому, охранял виноград. Этот столб блаженный Михей называет мглянным за нечестие иерусалимлян, потому что, возмутив чистоту жития по закону, как некую мглу привил собственное свое нечестие. Пророк угрожает им воинством авиалонян, потому что Навуходоносор, едва только прияв скипетр, ополчился на них в третий год царствования Яакима. Почему Авелонское царство назвал пророк власти первою, так как Навуходоносор вскоре по восшествии в своем на царство вступил в поход? Потом, как бы посмеиваясь, пророк вопрошает, «Для чего же ты ныне так громко вопьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?» «Отчего, — говорит Бог Иерусалиму, — испытал ты бедствия эти? Были у тебя советники, способные найти, что было нужно? Для того и спросил ты себе и царя, чтобы подвергался опасностям за тебя в брани, и ты немедленно получил его, потому что исполнил я прошение твое. Поэтому, да, знай, что немало не принесут тебе пользы и советники, и благоразумие советников и царская защита. Страдай, и мучься болями червь Сиона, как рождающие, ибо ныне ты выйдешь из города, будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. «Подобно рождающей жене, терпи болезни рождения, так же, так как она, видя угрожающее страдание, уизвляйся скорбью. Не жди теперь избавления от угрожающих тебе зов, потому что должны тебе быть изгнаны из всего города. И когда поведут тебя, где случится, будешь иметь на пути пристанище, и долгое время станешь жить в Вавилоне, и уже после этого получишь свободу и возвратишься на родину». Так, предвозвестив иудеям пленение и возвращение, порог начинает предречение о народах скидских, которые ополчились на иудеев по возвращению их. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». Бог собирает, не принуждая и не преневоливая, но снисходя на желание и давая место свободе. Это показали мы, объясняя и других пророков. «Стань и молотить черть Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои делаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыки всей земли. Пользуясь моим о тебе промышлением и действуя от меня сообщаемой тебе силою, как бы железными некими рогами и медными копытами, совершенно уничтожишь всех их и предашь конечной гибели. Мне восписывают победу над онами и открыто исповедуя, что я даровал тебе ту». Глава пятая. «Теперь ополчись, черь-полчись, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева». Они, не предвидя конца, как ограду и некую, окружат город воинством, надеясь взять его со всеми жителями и в чаянии поступить с ними со всей наглостью. Это выразил порок словами «Жезлом поразят селест», потому что такой удар всего бесчестнее. «Но не бойся, не останешься без попечения о тебе, не за правдивость твою, но ради царя, который родится от тебя по плоти». «Ясно показуя это», — присовокупил пророк. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало одни вечных. Не смотри, Вифлеем, на малочисленных зрителей, говорит порок, у тебя есть основание к прославлению, какого не имеет ни один город на земле. В тебе родится по плоти прежде век, рожденный от Отца, которого исход из начала, и это совершенно сходно сказано в начале Евангелия. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно было в начале у Бога. Сходность есть с тем, что изрек Бог устами блаженного Давида, и с срева прежде Деницы родил тебя. Итак, этот привечный, в начале сущий у Бога, Бог Слово, и от Бога имеющий исхода от начала к тебе, говорит пророк, родиться по плоти, тебя, умаленный в тысячах иуденых город, соделывая славным и знаменитым. И это-то пророчество отважились нынешние иудеи толковать о Зарававеле, явно противоборствуя истине. И не стыдятся они, слыша, что исход его от начала одней вечности. Зарававель же после пленения, родившись в Вавилоне, от места всего получил именование, да и древние иудеи понимали пророчество это не одинаково с нынешними. Напротив того, после Зарававеля, когда протекло большое число лет, спрошенные Иродом, где Христу родиться, во свидетельство ему привели это именно пророчество. И так явно, что нынешние иудеи толкуют превратно. Но, оставив их неразумие, обратимся к продолжению толкования. Посему он оставит их до времени, доколе неродит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. До тех пор, говорит пророк, будешь оказывать долготерпение и иметь попечение об иудеях, пока неродит рождающая, разумеет же, церковь, о которой Исаия взывает «воззелись неплодной, нерождающей, возгласи его за ты, не болевшая чревом, им обмного тщат, будет у тебя боли, неже у имеющей мужа». Исаия 54.1 «Рождаемый ею, говорит пророк, вступит в единение с уверовавшими из Израиля, потому что из Израиля и божественный рик апостолов, и те 70 учеников, которые в посты ниши избраны Господом, и те 120, которые обрелись вместе по воскресенье, и те 500, которым в собранном месте явился Господь, и те 3000, которых в сети свои уловил рыбак Петр, и те многие тысячи, о которых богомудрый Иаков сказал божественному Павлу, видишь ли, братья, сколько тем иудеев уверовало» Иоанн 21.20 «Поэтому, говорит пророк, из тех и других будет единая церковь, и в них сущий от Вифлеема Господь, и станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». И можно весть, что и священная Божья церковь славится именем владычным, и имя Божие прославляется повсюду на шнуше и на море, и до владычного пришествия, до спасителя вострадания, до призвания язычников, иудеи не укажут исполнение сего пророчества. Поскольку же имело это исполнится по истечении долгого времени, то пророчество подтвердается событиями того времени. «Чтобы дознать вам, говорит Бог, что предвозвещаемая истина, в залог этого примите настоящее, потому что сокрушу царя Ассирийского, который сделает на вас нашествие, и дарую вам глубокий мир. И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги. Мы выстоим против него семь пастырей и восемь князей. Дам вам мир в нашествии его сверхвсякого человеческого чаяния. И будут они пасти землю Ассуры мечом и землю Немброда в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Из этого ясно дознали мы, что и в Вавилоне царствовал Ассирианин, потому что Немброд, как извещает нас Блаженный Моисей, провозгласив себя царем, прежде всего имел у себя под властью Вавилон. Сказано, было начало царства Вавилона Рехки Хавнани, Бытие 10.10. «Восстанут на него семь царей», говорит Бог у пророка, «потому что царей называют пастырями, и поражу его восемью язвами человеческими, а разумеет же бывшие на него вражеские нападения, ибо их называют язвами человеческими, означает вместе с тем и взятие Вавилона. Теперь, говорит, поражу его этими бедствиями, а через несколько времени в конец сокрушу преемника его, соделавшего Вавилон царственным городом, и никакой пользы не найдет ни в крепких стенах, ни во рве, обведенном вне их. Ты же избавишься от них не только тогда, как поставлю на них других врагов, но и в настоящее время, когда с многочисленным воинством подступают к твоему городу, потому что ныне, употребив служение ангела, наведу на них невидимую пагубу. Так совершившийся тогда дав залог того, что будет впоследствии в будущем, а к будущему опять обращает пророк слово и открывает, как уверовавшие в родившегося в Ифлиеме Господа священные апостолы, и после них поставленные служителями божественной проповеди, принесут евангельское учение к народам иноплеменным. Говорит же так, и будет остаток Якова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Останком называет Бог везде спасаемых. Так и в другом месте сказано, если будет число сынов Израилю, как песок морской, только остаток спасется. Поэтому, говорит пророк так, уверовавшие и приносящие язычникам евангельскую проповедь, подобно росе, падающей с неба, росят вселенную. И как голодные агнцы истребляют траву, так и они, подобно траве истреблят, истребят нечестие, изникающее в огрубевших душах. Так что не найдется уже и собрание подобных людей. И как демоны прибыли не сильно недугающими, то Дух Святой справедливо изрек предвещание это с ограничением. Ибо не соберется ни един и не постоит в сынах человеческих. Так что, говорит пророк, не найдется ни одного сборища, составленного из людей нечестивых. А поскольку уверовавших уподобило росе и агнцам, а тем недостаточно изобразил данную им от Бога силу, то присоединяет к сказанным подобиям и другое. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Начальные действия священных апостолов уподобились падающей России, подобно агнцам, учениям и чудесами, истребляя наросты нечести. Они, как агнцы, жили среди волков по проречению владыки. Вот я посылаю вас, как агнцев, как волков, как агнцев среди волков. Но после того, как вселенная приняла проповедь, и военачальники, и цари наполнили список церковный, страх напал на противника в истинный, и они, уподобившись скотам, боятся и трепещут, нигде не находя себе ни одного помощника. А провозвестники евангельских догматов, показывая в себе львиную отважность, с великим дерзновением преоборают защитников лжи словом истины. Тогда, говорит пророк, поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. Не будешь ты уже изгоняемыми, но сам сокрушишь капища их. Посему, как уверовавшие из Израиля приобретут такую славу, так пребывающие в неверии лишены будут царства своего, и не станет у них ни конного, ни пешего войска, ни городов, укрепленных стенами. Но и это, говорит пророк, послужит тебе во благо, ибо продолжает он. Исторгнуть чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя, а волхующим называет прорицателей. Истребли истуканы твои кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искорени из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе негодований и мщений над народами, которые будут непослушны. И это нетрудно дознать из самых событий, потому что, по вочеловечению Господа и Спасителя нашего, иудеи, видя благочестие язычников и избавление их от заблуждений, невольные сами освободились от служения идолам. Стыдятся они явно нечестовать, видя уцеломудрившись, уцеломудрившимися и тех, которые вне закона. Посему пророк предвозвещает им, как изданы будут из городов своих, и рассеянные среди народов освободятся от идольской прелести, произнесши же на них это определение, снова изводят их на суд. И суд предоставляет неодушевленным горам, не как одушевленным называя им, и не как разумным вещая слово. Но поскольку горы и лежащие между ними долины и пропасти прияли в себя то астерийских мертвецов, избитых ангельской силой, то неоднократно поражаемых народов скифских, пророк, обращаясь к горам, холмам и долинам, напоминает иудеям о том, что происходило на них. Глава шестая Михея Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами, и холма дослышат голос Твой. Посмотри на горы, которые при моей помощи врагов Твоих приняли в себя мертвыми, и с дерзновением скажи, если только будешь в состоянии сказать, и уст Твоих не заградит величие благодеяния. Но ты не в состоянии будешь сделать того, я сам поведу речь. Слушайте, горы, суд Господень, и вы тверды, твердая основа земли, его у Господа суд с народом своим и с Израилем он состезуется. Поскольку разумные существа страдают неразумием, то недушевленные вещи сделают судьями разумными. Судьями разумных. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне! Скажите причину вражды. Обличайте, если испытали от меня что скорбное. И поскольку кому нечего сказать, тому необходимо молчать. Кстати, присовокупил, отвечайте мне, если имеете что сказать. Говорите открыто. Я вывел тебя из земли египетской и скупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариан. Уже ли, как на обиду укажете на то, что избавил вас от горького рабства египетского, даровал вам полную свободу, употребив служение мужей чудных и достославных, Моисея и Аарона, даже и жен, не лишив надлежащего о них попечения, но и над ними поставил начальнице Мариам и исполнив ее пророческого дарования. А если угодно вам изгладить это из памяти, то припомните, что было с Валаамом, рассудите. Зачем послал его Валаак, и как движимый моей силой принес он вам не клятву на благословение? Все же это делал я не за вашу правду, воздавая награду, но давая этим видеть мою собственную правду, потому что изрекшее обетование вашему правоцу исполнял с ним восстановленный закон. Пророк, произнесший слова эти от лица Божия и видит бесчувственность народа, вместо народа себя самого возбуждает благочестивым помыслом и говорит «Народ мой, вспомни, что замышлял Валаак царь Моавицкий, что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что происходило от сетима до гал-гал, что упознать тебе праведные действия Господни, чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, чем вознагражу снабдившего меня столькими благами, что потреблю в воздаянии ему, но можно не угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея, разве дам ему первенство моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Ничего человеческое говорит пророк, ни множество тельцов, ни целых стад овец, ни тем козлов единолетних, ни первородных чад, приносимых жертву Богу, недостаточных тому, чтобы разрешить меня от множества грехов. Если всего этого мало к разгрешению грехов, то чем воздам за благодеяние Божие? Так предложив сначала человеческие рассуждения, пророк произносит снова божественный ответ. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Это изрек Бог всяческих и устами блаженного Давида, ибо отрину все перечисленные в законе жертвы и сказав не приму от дома твоего тельца и стад твоих козлов, ибо все звери мои в Дубраве присовокупил. Принеси Богу жертву хвалы и воздай всевышнюю молитвы твои и призови меня в день скорби твоей и услышу тебя и ты прославишь меня еще. Если бы я восхотел жертву, дал бы, все сожжение не благоволи, жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное, Бог не презрит. Тоже находит, находить можно и у всех пророков, поэтому и здесь скользует Бог, все законоположения мои известны тебе, мне угодно, что прилагал ты старания о справедливом человеке, любив Бог к ближнему и во всем повиновался сотворившему тебя Богу. Это же незаконено мной через Моисея, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим от всей души твоей и всем помышлением твоим и возлюби ближнего твоего как сам себя. Посему, когда будешь исполнять это, глаз Господа взывает городу и мудрость благоговеет перед именем твоим. Слушайте Жезу и того, кто поставил его, потому что в самой действительности пользуясь его о нас промышлением, будете представлять себе, что слышите самый глаз Господень устрояющий ваше спасение. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Как огонь не украшение доставляет городу, но производит пожар и пагубу? Так наклонность к неправде, сопровождаемой дерзостью и оскорблением, вредит тем, которые предаются ей. Могу ли я быть чистым, с весами неверными, с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Кроме нечестия и беззакония отважили свои на то, в чем недавно обвинял пророк, употребляли неправильные меры и весы, собирали богатство из любостяжательности, оскверняли язык лживыми словами. Поэтому-то говорит бог, положу начало наказанию твоему и подвергну тебя истязаниям за беззаконие, буду посылать на тебя частые непрерывные бедствия, ибо это и выразил, сказав, ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу, покрою тебя мраком бедствий и спасаясь бегством не избавишься от врагов, ибо продолжает бог, совратишься и не спасешься, да и много потрудившись над возделыванием земли не воспользуешься ее плодами, будешь сеять, а жать не будешь, будешь давить оливки и не будешь умощаться и леем, выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь, и давая знать, что говорить теперь не о Божьем законе, а о беззаконном его купил, сохранились у вас обычаи амрия и все дела дома Ахауа, и вы поступаете по советам их, и предам я тебя опустошение и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего, поревновав Ахауу нечесть, и будете преданы симбеттиям, и кто увидит постигшее вас несчастье, тот звезданием то есть по смеяниям означает великость их изрекши все это сетует пророк о том, что употребив много слов трудился без пользы глава седьмая Михея горе мне ибо со мной я теперь как по собрании летних плодов как по уборке винограда ни одной ягоды для еды ни спелого плода которого желает душа моя уподобился я говорит пророк подбирающему скользнувший из рук кужнецов колоссий или отыскивающий малой кисти оставленной собиравшими виноград потому что не нашел я ни одного грозда благопокорности хотя и крайне желал найти что-либо возделенное и годное для начатков ибо это выразил словами чтобы есть первоплодное возделела душа моя поскольку первородные приносимы были богу то справедливо достойной любви нарек первоплодным и это иносказательное выражение желая привести в ясность пророк присовокупил не стало милосердных на земле нет правдивых между людьми все строят ковы чтобы проливать кровь каждый ставит брату своему сеть потом перечисляет грехи и говорит судящие произносят на невинных несправедливый приговор и отважаются на беззаконные убийства а прочее каждый желая большего присваивает принадлежащее соседу кто поставлен судить по законам тот пожадности к взяткам не ждет когда принесут ему но сам просит дара руки их обращены к тому чтобы уметь делать зло начальник требует подарков и судья судит за взятки а вельможи высказывает злые хотения души своей и извращает дело ибо взяв дар собитчиков обещает им желанную победу посему говорит бог у пророка лучший из них как терн и справедливый хуже колючей изгороди день провозвестников твоих посещение твое наступает ныне постигнет их смятение подобно моли которая провагает себе путь внутрь дерева и все повреждает зубами своими и тебе истребит приговор произнесенный на тебя в день наказания ибо наказание назвал пророк стражбой то есть божиим в день сей предшествием потом подобно человеколюбивому отцу со слезами наказывающему продолжает о люте люте когда будет это говорит пророк друг не защити друга царь не позаботится о подданных супруга не приложат попечения о муже но каждый заботится будет о собственном спасении высматривая где найти убежище от бедствий даже сын не окажет должной чести отцу дочь не воздаст почтения матери невестки не породеет о свекрови все сделаются далекими между собой не обратят и внимания друг на друга едва позаботятся промышлять и о собственном спасении в таком будут они состоянии а я буду взирать на господа уповать на бога спасения моего бог мой услышит меня и показывая какой плод терпения продолжает услышит меня бог мой так ясно показав пользу от упования на бога пророк приемлет на себя лицо Иерусалима и обращает речь и думеи всегда враждебной и неприязненной Иерусалиму не радуйся ради меня неприятельница моя хотя я упал но встану хотя я во мраке но господь свет для меня пользуясь божьим а мне попечением потому что бог и пребывающему во тьме не спошлет луч света своего ныне же гнев господин я буду нести потому что согрешил пред ним да коли он не решит дело моего и не совершит суда надо мною тогда он выявит меня на свет и я увижу правду его взирая на тяжесть греха познаю справедливость наказания впрочем ожидаю правдивого суда на ополчившихся против меня ибо если за прегрешение свои терплю я наказание то и они рассудили о мне несправедливо этот смысл имеет следующие слова да коли он не решит дело моего и не совершит суда надо мною справедливо осужден я богом а в отношении к ним во многом правда на моей стороне почему я ожидаю божьи приговоры и когда увижу что приговор сей произнесен тогда освобожусь от их рабства не только она увидит благоденствие мое и силы бога моего против которого напрягала язык но и я увижу злочестие ее и увидит эта неприятельница моя и стыд покроет ее говорившие мне где господь бог твой насмотрятся на нее глаза мои как она будет попираема подобно грязи на улицах в день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение в тот день придут к тебе из-за Сирии и городов египетских и от Египта до реки Ефрата и от моря до моря и от горы до горы как глина приготовляемая для смазывания и сглаживания кирпичей будучи выброшена за дверь попирается всеми не находящими и от того глыбы ее растирается сколько нужно так и для всех ты будешь доступна и всеми удобо уловимо все живущие окрест станут разорять и попирать тебя тогда и противозаконные законы твои примут конец и города будут в осаде это и назвал пророк оближанием и множество жителей которых разделят между собой враги принуждены будут рабствовать а поскольку бедствием иудеев радовались и другие соседние города то пророк по необходимости упоминает о Тире о Сирии и о других городах опустошенных вавилонянами и астирианами скажут же и какие это именно города обозначаясь и пределами их ибо говорит от моря даже до моря от горы даже до горы то есть преданы будут врагам все находящиеся в середине города от моря Чермнага которое к востоку до моря западного и от горы и Думейской до Ливана ибо сие присовокупил сказав день воды и молвы ибо подобно воде несущейся шумом нападет многочисленное то воинство и землю приведет запустение а жителей предас убиение и рабству и показывая причину этого пророк говорит а земля то будет пустыней за вину жителей ее за плоды деяний их так предсказав что будет с сопредельными народами народу Божию предвозвещает мир по возвращении из плена а земля то будет пустыней за вину жителей ее за плоды деяний их паси народ твой жезлом твоим овец наследия твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила да пасутся они в васане и галааде как во дни древние и поскольку людей иносказательно назвал овцами то продолжил иносказание вселяющиеся едины в Дубраве то есть народ отлученный от всех народов имеющий свою особенную пажить а этими словами жезлом колена твоего означает пророк колена Иудина потому что по возвращении оно управляло прочими и разделения по коленам уже не было а там показывает что всей той землей которые владели прежде пленения будут владеть по возвращении пророк присовокупил в Дубраве среди кормила попасутся как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела и под ним исхода твоего из земли египетской покажу им чудеса в каких пределах даровал я вам страну когда вышли вы из Египта в такие же дам когда возвратитесь из Вавилона поражая чудотворениями покушающихся и нападать на вас исполнится стыда народы видя это и усматривая немощь собственность своей силы как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем положат руку на уста уши сделаются глухими будут лизать прах как змея как черви земные выползут они из укреплений своих устрашаться господа бога нашего и убоятся тебя видя внезапную благоуспешность свою и мной подаваемую тебе помощь не осмелится и слова противного выговорить тебе но подобно издевающимся змеям преподут к земле не отваживаясь ни сделать ни сказать что-либо возбудив себя этими словами в изумлении пред божьим человеколюбием пророк воззвал кто бог как ты прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего не вечно гневается он потому что любит миловать вводясь неизреченной благостью которую не в состоянии изобразить никакое слово не подвергаешь ты владыка взысканию какого люди достойны за грехи свои но как скоро наказав видишь хотя малое покаяние не взираешь на простудки забвению предаешь нечестивые дела их как и ныне поступил ты с народом твоим это подобно тому что сказано блаженным Давидом не до конца прогневается ни вовек враждует ни по грехам нашим сотворил нам и не по беззакониям нашим воздал нам поэтому и богомудрый Мехей взывает что не сохранил надолго гнева своего в обличении свидетельства о беззаконии народа но водясь милости отвратит гнев свой он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши ты вернешь в пучину морскую все грехи наши подобно этому и сам бог всячески взывает устами порока Исаи я я сам изглаждаю беззакония твои неправ не вспомяну 43.25 то и необычайно что не только отпускает грехи но и с памяти извергает и забвенью предает как бы в бездну какую погружая ибо это выражая блаженный Мехей сказал погрузит грехи наши и в глубины морские ввержены вот все грехи наши ибо как брошенное в глубину моря навсегда исчезло так говорит пророк и грехи наши предав конечному забвению ради заветов с предками нашими и объясняя это присовокупил он ты явишь верность Иакову милость Аврааму которую склятвая обещала сам нашим одни первых так и блаженный Давид скажет помяну век завет свое слово которое заповедал в тысячи родов которое завещало Аврааму клятву свою Исааку и поставил завет Якову в повеление Израилю в завет вечный Псалом 104 8 и так их грехи вверх владыков в глубину моря а наши грехи изглаждают священной божественной купели по слову божественных апостолов преобразованной черным морем 1 Коринфянам 10 2 но перехождение по перехождению через которое народ Божий освободился от рабства египетского согласно с этим прообразованием и мы святой купелью освобожденной от мучительства дьявольского позаботимся о собственном своем спасении непрестанно писнослове благодетеля последуя законам его и шествия стезею проложенную святыми чтобы вместе с ними достигнуть благого конца пути этого по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа с которым слава Отсуса Святым Духом ныне и всегда и во веки веков аминь толкование на пророка наума Содержание Ниевитяне убоявшись Божьей угрозы проповеданной им Богомудрым Ионой привегли к усердному покаянию обратили обрели себе спасение вместо угрожавшей им конечной гибели сподобились Божьей человеколюбие но под прошествием немного времени забыли о себе неизреченной милости возвратившись же к прежним порокам совершили тысячи новых беззаконий и осмелились идти с воинством на Израиля сел Гаселасар и Салмонасар поработив десять колен отвели их в плен а Стенахерим ополчившись против Иудея иные города взял приступом против же Иерусалима послал войско подвиг язык на самого Бога всяческих но невидимо единым ангелам многие тысячи мгновенно были преданы смерти и сам царь их избежал этой кары и став провозвестником от Бога простившей казни для сего и дал ему Бог спастись здравым царских своих сердогах приемлет смертельный удар отрожденных им а в скором последствии времени по перенесении царского престола вавилон весь род царей этих угас город Ненемии разорен и придан конечному запустению эту гибель Ненемии предсказывает блаженный пророк на ум приняв силу Божья Духа и предвещаемым научает что владыка Бог не оставляет ничего без своего о том попечении и промышления но по справедливому своему определению у каждого требует отчета во всем что сделано им в жизни поэтому то нечестовавшего Израиля предало сирианам а сириан же которые с Израилем поступали зверски обходились жестоко подверг также многим наказаниям через другие народы потому что не Божие служа изволению пошли они с воинством на Израиля но руководствуясь высокомерием и дерзостью и покушаясь на всех распространить свое владычество попусти за ним Бог всяческих предприятий свое привести в исполнение наказуя через них Израиля но чтобы не думали они будто и преуспели в этом собственной своей силой после того как покорили все другие города у самых оград иерусалимских многие тысячи предал смерти эти предречения заключают в себе пророчество блаженного Наума но время уже приступить к исполкованию самых речений глава первая пророчество о Неневии книга видений Наума Елкосиянина благодать Святого Духа различное действие в чудных пророках устрояло что иные видели что-либо как богомудрый Исаия Михей Даниил Захария а иным посредством гласа сообщалось что угодно было духу и им представлялось что слышать кого-то беседующего с ними и другие пророчествовали по вдохновению и что угодно было духу провещевал их языком ибо пророчественная благодать внезапно объемли их ум и отлучая их от всего человеческого садила способными стать орудиями служителями для изглагования пророческих словес это-то именно восхищение ума и представление от всего человеческого пророк назвал пророчеством умный говорит пророк восхищенный божиим духом провидел что будет с неневею господь есть бог ревнитель и мститель мститель господь и страшен в гневе мстит господь врагам своим и не пощадит противников своих поскольку устремившись неистостом на Иерусалим произносили хульные слова о боге всяческих то пророк справедливо именует их супостатами и врагами и угрожает им гибелью ревность уже назвал справедливый гнев ибо так говорит бог в законоположении не сотвори себе никакого подобия ни того что на небе вверху ни того что на земле внизу ни того что в водах ниже земли я господь бог твой бог ревнитель огонь потребляющий старозаконие 4.24 так и великий Иерия говорит я ревнуя поревновала господи боги вседержителя боги израилевым то есть негодуи на нечествующих пред господом богом господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания вихри в буре шествия господа облако пыль от ног его не вдруг и не мгновенно налагает наказание но сохраняя великое долготерпение свидетели этому вынене и тяне прибегшие к покаянию и обретшие себе спасение но снова предавшиеся еще большим порокам и доныне не понесшие за них наказание но так долго переносящие беззаконие человеческие умеют и наказание налагать на не кающихся ибо сие выразил порок сказав очищающий не очистит то есть чьи при грешении достойны наказание того не освободит от казни господь в скончании и в трусе землетрясении путь его вам бог всяческих не окажет более человеколюбия но подвергнет гибели это сходно сказано в псалме все пути господни милость и истина потому что истина требует не человеколюбия только но и справедливого наказания посему под словом путь и здесь и там разуметь должно дела и облако прах ног его весьма кстати пророк пути присовокупил и прах хочешь же этим сказать что ныне не окажет уже долго терпения но подвергнет гибели отовсюду отовсюду обложил их тучи бедствий и давая знать как удобно совершает бог все что угодно ему пророк присовокупил запретит он море и оно высыхает и все реки истекают вянет вассан и кормил и блекнет свет на ливане если соизволит в ничто обратить всю воду в морях и реках то во мгновение может сделать это и доказательством всему пророк представил то что совершилось уже восхотел подвергнуть наказание обитающих висансиде накормили и ливане предал их вам а вы опустошив их поля разграбив города и поработив жителей предали совершенному запустению горы трясутся перед ним и холмы тают и земля колеблется перед лицом его и вселенная и все живущие на ней поскольку иные полагали что он есть бог иудеев только пророк не без причины научает что он единым мановением сотрясает горы и холмы и всю землю с обитающими на ней слова же уже сеся земля акила перевел оцепенела асимах подвиглась пред негодованием его кто устоит и кто терпит пламя гнева его гнев его разливается как огонь скалы распадаются перед ним если превозносящихся своей власти и думающих о себе что в них крепость камней без всякого затруднений сокрушает и стирает кто в состоянии противиться посылаемому от него наказанию но как легко не излагает горделивых так благ господь убежище в день скорби и знает надеющихся на него показав как благорасположен к переносящим налагаемые на них наказания и не произносящим ничего богопротивного снова ведет речь о наказании нечестивых но всепотопляющим наводнением разрушит до основания неневию и врагов его постигнет мрак дерзающих против господа предаст он конечной гибели и неприходящей тне потому что потопом и скончанием пророк назвал конечную гибель потом излагает речь в виде вопроса что умышляете вы против господа он совершит истребление и бедствие уже не повторится то есть решительному подвергнет вас наказание и не будет нужды повторять удар ибо сплетшиеся между собой как терновник и упившиеся как пьяницы они пожраны будут совершенно как сухая солома как сухую солома удобно истребляет огонь и трава растущая подле оград особенно воспитающаяся с колючими растениями и им не дает свисти и сама со временем вянет так вы разрушающие царство другие будете и царство лишены и преданы гибели и пока за справедливость наказания пророк присовокупил из тебя произошел умысливший злое против в господа составивший совет нечестивый потерпишь это за безумное порождение ума твоего о которых извещает в нас и четвертая книга царств и богомудрый Исаия ибо в книгах тех синахерим изображается изрыгнувшим такую хулу на бога всяческих скажите изеки так говорит царь великий царь астерийский 36 да не прельщает бог твой тебя на которого уповал ты как избавит бог Иерусалим от руки моей и прочее всему подобное на этот о гордыне его указуя бог сказал через пророка посещу на ум великий на царя астерийского Исаия 10 12 так обнаруживает гордивость его помыслов так говорит господь хотя они безопасны и многочисленны но они будут посечены и исчезнут а тебя хотя я отягощал более не буду отягощать множеством вот пророк называет множество вавилонян ополчившихся против Ниневия которые подобно водам разделившись на отряды приступили к осаде города после этого говорит пророк предан будешь совершенному забвению и ныне я сокрушу ярмо его лежащее на тебе и узы твои разорву отниму у тебя власть какую дал тебе прежде и сокрушу твое владычество расторгнув кузы его ибо жезлом называет Бог власть а это дает ясно нам видеть через порока Исаию горе сирианам жезл ярости моей гнев мой есть в руках их Исаии 10 5 а тебе Ассур Господь определил не будет более семени с твоим именем из дома Бога твоего истребли истуканы и кумиры приготовлю тебе в нем могилу потому что ты будешь в презрении потому что по моему мановению потерпишь это наименование твое не будет более предаваемо подданным потому что в обычае подначальных называть именем властвующих так от Вавилона Вавилоняне от Перса Кира Перса а впоследствии от Микедонян Македоняне и ныне от Рима Римляне от дома Бога твоего потреблю извояние нечестен гроб твой в погибели твои участвовать с тобой будут рукотворенные боги твои которых скроешь ты в землю и зароешь как в некие гробы чтобы не сделали с добычей врагов вот на горах стопы благовестника возвещающего мир празднуй иудея праздники твои исполняй обеты твои ибо не будет более проходить по тебе нечестивый он совсем уничтожен когда совершится это с тобой многие потекут к живущим в иудее неся благовестие мира а вы говорит пророк услышав о низложении врагов совершите узаконенные Богом торжества и принесите обычное жертву потому что конечную потерпел гибель многократно ополчавшаяся на нас и не предпримет уже более намерения истреблять и разорять вас глава вторая наума поднимется на тебя разрушитель охраняй твердыни стереги дорогу укрепить свесла собирайся силами виновник же этого для тебя Бог которым мановением своим как бы неким дуновением их сокрушил а тебя освободил от их владычества ибо как в Адама вдунув дыхание жизни сделай его душой живущую так и тебе дуновением жизни дарует спасение это по воскресенье владыка Христос дал священным апостолам поскольку Адам погубил принятое им божественным дуновением то есть что было в нем по образу Божию то посему сам владыка Христос возобновив сей образ снова дал той священным апостолам и через них и всем верующим ибо думал в них и сказал примите духа святого посему поскольку ветхозаветнее было образом новозаветнего то под сокрушенным царством ассириан разумеет мучительство дьявола прекращенное владыкою Христом а под Иудою которым посмевается над царем ассирийским и празднует ликующее спасение вселенную как приявшее владычным дуновение духовную благодать и избавленное от горького мучительства демонов но возвратимся к смыслу историческому ибо восстановит Господь величие Иакова как величие Израиля потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили не царем ассирийскому говорит это Бог как думали иные но продолжает еще речь об Иуде и повелевает ему смотреть на пути ожидать вестников и слушать приносимые ими благие вести и вместе прежние болезни восприять мужество ибо это выразил словами укрепил средство то есть отложить прежнюю боязнь так боженный Илья припоясал средство свои и бежал перед колесницей Ахава так Иову говорит Бог припоясся как муж средство твои и божественный Павел советует припоясать средство истинное почему здесь повелевает Бог Иуде быть благонадежным потому что отвратил Господь укоризну Якова как укоризну Израилеву должно же знать что Якову имя Якова дано родителями имя же Израиля Богом а то и другое имя приял народ происшедший от Якова поэтому говорит Бог за бедствия какие потерпел ты Яков от Астериян я накажу их ради добродетели правоца по которой предал я ему и именование Израиля сит героев его красен воины его в одеждах багряных огнем сверкает колесницы в день приготовления к бою и лес копьев волнуется как отрисающие лозы винограда губят весь плод так сделавшие на них нашествие враги и владычество их сокрушили и все оружие у них отняли а избежавших смерти принудили рабствовать и показывая что потерпят это не по немощи но по приговору Богом на них произнесенному пророк присовокупил мужей сильные играющие в огни слез копьев волнуется ибо столько имели смелости что отважились идти в самый огонь по улицам несутся колесницы гремят на площадях блеск от них как от огня сверкают как молния немалой пользы не принесут вам ни множество уготованных колесниц ни сила конницы потому что все это при смятении произведенном нашестием врагов сделается бесполезным одно с другим сплетаясь на путях и одно другим будучи попираема хотя в прежние времена имели вы мужественное сердце в глазах своих выражали отважность и как свечами и молниями какими приводили страх подданных но при нападении врагов вместо мужества владеет вами боязнь это пророк выразил в присовокупляемых словах ибо говорит он вызывает храбрых своих но они спотыкаются на ходу своем поспешают на стены города но осада уже устроена высоко думавшие дрели о своем владычестве употребят все средства убежать и не успев в этом снова взойдут на укрепление и позаботятся об охранении города однако же при всем этом и городские ворота будут отверстие и царские чертоги заняты врагами и сокровища в них расхищены ибо это выразил пророк сказав речные ворота отворяются и дворец разрушается то есть что прежде хранилось скрытности и замкнуто было многими запорами то стало для всех открытым решено она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стонать как голуби ударяя себя в грудь пророк разумеет Неневе потому что они предсказывают под вас на Неневе города и селения будут разделять с ней плен воздыхая сердцем и подражая голосу голубиц Неневе со времени существования своего была как пруд полный водою а они бегут стойте стойте но никто не оглядывается при таком множестве населявших этот город уподоблялся купели наполненной водой и изливающей из себя избыток все одно имели ввиду бежать не осмеливаясь даже оглянулся назад потом описывает пророк прежние неправды не неветян расхищайте серебро расхищайте золото нет конца запасом всякой драгоценной утвари что что собираемо было худо то предано будет другим на сокровище их нападет множество врагов говорит же пророк о будущем как о совершившемся по тому образу выражения такой особенно свойствен писанию разграблена опустошена и разорена она и тает сердце колено трясутся у всех в треслах сильная боль и лица у всех потемнели что бывает обыкновенно при землетрясениях когда состав земной содрогается и колеблется тоже говорит пророк будет и при нападении врагов потому что когда сердца поражены будут страхом и составы колен ослабнут будут все страдать подобно рождающей жене лица от гущения крови примут свинцовый цвет и уподобятся той стороне котла которая всегда обращена к огню разграблена опустошена и разорена она и тает сердце колени трясутся где теперь логовище львов и то пастбище для львенков по которому ходил лев львица и львенок и никто не пугал их обиталищем львов называет пророк Ниньеви львами царей львицами сынови их опажите подвластны им города говорится почему вы подобно львам жившие древле в Ниневе небоязненно на всех нападавшие и добывавшие пищу львенкам теперь по нашествии на вас врагов ничего такого не делаете и удерживая тот же образ речи продолжал куда идет лев чтобы влезть разве был ты в отсутствии против кого-нибудь подвигнув воинство когда напало полчища сопротивных но этого не было ибо говорит пророк там скинный львов и не было устрашающего не только сам ты был тогда дома но были и все военачальники которые никого никого прежде не боялись но сокрушали иные царства собирали с них дань и добывали пищу детям сие выразил пророк в том что при собой купил лев посещающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным у этих зверей в обычае удушать пойманных ими животных и приносить пищу детям своим а и астерияне сокрушая целое царство других народов собирали с них дани за это то беззаконие я накажу тебя говорит бог вот я на тебя говорит господь савалов и сожгу в дыму колесницы твои меч пожрет львенков твоих и истреблю земли добычи твою и не будет более слышим голос послов твоих поскольку пророк выше в переносном смысле упомянул о львах и о львистах о ловите и пажите то сообразно с этим истребление астериян предвозвещает иносказательно и поскольку лосы когда звери скрываются в каких нибудь пещерах не хотят показываться наружу поднося дым ко входам с пещеры принуждает их выходить и выходящие из зверя принимают на копья то соответственно сим сказал бог что все множество предаст дыму и львову мечу означает же этим сожжение города и убиение царей после чего и ловитва кончилась глава третья наума потом пророк вместе и изображает лукавство Ниневи говоря что это город горе городу кровей весь он полон обмана и убийства не прекращается в нем грабительство и описывает постигшие ее бед все уподобляя землетрясение стук колесниц сержание коней и смятение всадников и приводит в ужас перечислением оружий говоря что брони и мечи блистают как молнии предсказывает же и множество паций и истребления народов собравшихся на помощь говорит что немного будет здесь спасшихся ибо это выразил сказав слышны хлопания бича и стук крутящихся колес сержание коня и грохот скачущей колесницы несется конница сверкает меч и блестят копья убитых множество и груды трупов нет конца трупам спотыкается от трупы их из множества останутся немногие заидольскую прелесть и великое непотребство ибо то и другое пророк называет здесь блужением и яснее видно это из присовокупляемого это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности искусные чародеянии которое блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена живя в нечестии беззаконии казалось славной и знаменитой для тех кто не умеет право судить о сущности вещей и оставив творца и спасителя который покаявшийся тебя сподобил великого человеколюбия предалась волхвовании и все делала волшебством недовольствия собственным своим нечестием и подданных принуждало быть одних мнений с тобою поэтому вот я на тебя говорит господь саваоф и подниму на лицо твое края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою и забрасаю тебя мерзостями сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор сказано в смысле переносном и взято с рабов подвергаемых великому поруганию и бичеванию говорит же Бог наказанием обнаружу беззаконие твое для всех и царей и народов и послужишь примером к пользе других ибо присовокуплено и это и будет то что всякий увидев тебя побежит от тебя и скажет разорена неневия кто пожалеет о ней где найду я утешителей для тебя такому запустению придам тебя что негодовавшее прежнее твое владычество преклонится на милость все выражения словами снизить с ним тебя и задумаются как достойно оплакать это запустение развиты лучше но амона находящегося между реками окруженного водою которого вал было море и море служило стеной и его сие повелевает бог египту потерпевшему от ассириан бедствия и скорби и это дознали мы от других пророков предвозвещающих израильтянам что предавшись бедству в египет не найдут спасения но захваченные там врагами преданы будут смерти и как сказанном прежде повелевалось Иуде праздновать потому что царство не невитян сокрушено так и здесь повелевается ликовствовать египет и аммон аммон называет его как думаю потому что посвящен был демону аммону ибо аммон знаменит был в древности посему и из еллады отправлялись туда многие ради прорицаний и об александре первом царе македонском описавшие дела его говорят что ходил к аммону и услышал там прорицания посему так как обольщение это было силе от этого демона зависел преимущественно египет и пророк именует его частью аммона повелевает же ему ликовствовать потому что Ниневия подверглась гибели а реками окресля называет окопы потом перечисляет помощников эфиопов ливиян и ливиян западных называемых ныне афраме ибо их то назвал фудом однако же имея столько поборников будучи окружена морем и реками Ниневия говорит пророк не применит испытать бедствие но и он переселен пошел в плен даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц а знатных его бросали жребия и все вельможи его окованы цепями так поступил с Египтом на уходоносор и впоследствии Камбис сын Киров сокрушил царство египетское принудил оставаться под его владычеством а по прошествии многих родов Александр покорил Египет царству македонскому пророк предсказал это об Египте опять обращает речь к Ниневии так и ты опьянеешь и скроешься так и ты будешь искать защиты от неприятеля как упоению какому предан будешь бедствию и устремляясь туда и сюда станешь искать какого-либо избавления от обдержащих зол но не найдешь а подобно тебе и укрепленные города твои преданы будут врагам это пророк представил под следующим образом все укрепления твои подобны смоковницы со спелыми плодами если тряхнуть их то они упадут прямо в рот желающего есть подобно смоковницам колеблемым ветром в которых легко опадает и незрелые смоквы будешь ты лишена жителей мужественные твои воины объятые страхом ничем не будут отвечать от жен но без усилия отворятся врата твои когда огонь истребит верей и как поток вторнутся в них сопротив на терпай воды на время осады укрепляй крепости твои пойди в грязь топчи глину исправ печь для обжигания кирпичей и и улетит не полагайся на эти твердыни потому что никакой не окажет тебе помощи но подобно бремию которое для делания из него кирпичей топчут вместе с плевами и и ты будешь попираем на наступившими на тебя врагами город сожгут а вас жителей поражать будут всякого рода стрелами как саранчу и червей в конец устребят всех вас богатство которое собрали вы отовсюду и которое так же нелегко исчислить как и звезды небесные возьмут неприязненные купцов у тебя более нежели звезд на небе князья твои как саранча и военачальники твои как рои мошек которые во время холода гнездятся в щелях стен и когда взойдет солнце то разлетается и не узнаешь место где они были как саранча и черви подобные им животные пока лежит роса сидят на кустах не имея сил лететь и как скоро падет на них солнечный луч поднимаются расширяют крылья и переносятся на другое место так и пришедшие на помощь к тебе увидя нашествие врагов позаботятся о спасении самих себе и предавшись бегству оставят тебя одну потом состраданием говорит пророк спят пастыри твои царь ассирийский покоятся вельможи твои народ твой рассеялся по горам и некому собрать его из этого явно что божественное писание царя вавилонского называется ассирийским так именуют его и писатели внешние пророк сказал что цари неневии воздремали и уснули и сном именуется смерть так говорит и блаженный Давид от запрещения твоего божия яковлю воздремали колесница и конь но сказал также пророк что цари эти усыплены царем ассирийским царь ассирийский усыпил сильных твоих то мы шли ниже царей воздвиглись люди твои на горы предавая избегству и не было спасающего то есть человека который был в силах сопротивляться потом в означении неисцельности бедствия пророк говорит нет врачества для раны твоей болезненной язва твоя все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя употребил в смысле переносном в таком же смысле присовокупил разгорелась язва твоя неисцельным вы преданы бедствием припоминая бедствия какие терпели от тебя обрадуются что и ты терпишь тоже и будут рукоплескать посему зная правдивость судьи убоимся судилища чтобы избежать произносимого там приговора на беззаконных исподобиться вечных благ по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа с ним слава отцу со святым духом ныне и всегда и во веки веков аминь толкование на пророка Алвакума содержание есть люди которые весьма огорчаются в виде благоденствия делающих неправду и одни сомневаются в том что Бог всячески промышляет о людях а другие веруют правда учения о промышле но недоумевают почему так устрояются дела человеческие приняв на себя лицо последних чудный пророк Алвакум и недоумение изъявляет как бы сам желая дознать причину того что бывает в мире и предлагает решение недоумения какое преподала ему благодать духа ибо не сам пророк как предполагали некоторые страдал сомнением но вводит он вопросы других и предлагает учения о том чего они доискиваются то же самое сделал божественный Давид ибо вводит лицо огорченное благоуспешности людей порочных и говорит едва не поскользнулись ноги мои едва не поскользнулись стопы мои я позавидовал в виде благоденствия нечестивых и высказал много всему подобного указал он и решение недоумений и говорит он это было трудно предо мной доколе я не вошел в осветилище Божие и не разумел конца их да знал же это по благодати духа псалом 72 присовокупил так на скользких путях поставил ты их как нечаянно они пришли в разорение исчезли погибли от ужасов как сновидение по пробуждению пробудив их уничтожишь мечты их и через несколько слов уча не изведывать пытливостью божественных домостроительств но в простоте веровать словесам божьим говорит как скот был я пред тобою но я всегда с тобою то есть как скот идет вслед за тем что впереди и идет не допытываясь куда его путь так и мне надлежит веровать словесам твоим и последовать законам твоим потому что делая это не буду оставлен без твоего попечения а что давить не сам сомневаясь но изображая людские помосы предложил сказанные выше вопросы это дает вид самое начало псалма ибо сказано как бог к израилю к чистым сердцем но кто исповедал бога благим тот очевидно исповедует вместе что он и благий попечитель множество много подобного находим и в других псалмах и у других пророков сходно с этим пророчество богомудрого Аллахума по видимому недоумевает он почему люди дерзкие и благоуспешнее в делах людей благонравных и почему наказание не преследует беззаконных поступам их на что не собственные помосы предложил он нам но уготовляя предохранительное врачевство недугующим представил пророчество в виде недоумения и решения на то об этом свидетельствует самое начало пророчества глава первая пророческое видение которое видел пророк Аллахум непосредственно за этим присовокупил да коли господи я буду взывать и ты не слышишь буду вопиять к тебе о насилии и ты не спасаешь ничего даешь не видеть злодейства и смотреть на бедствие грабительство и насилие передо мною и восстает вражда и поднимается раздор видением же называет восхищение ума и отдел человеческих прихождений к откровению божественному поэтому если пророк сказанное выше изрек по действию духа то очевидно не сам он страдал недоумением но обнажает труп болезную ищих тем и прилагает врачебство а потому присовокупляет сказанное и говорит для чего даешь невиз злодейства грабительство и насилие передо мной и восстает вражда то есть судилище продают справедливость на деньги и не прилагают никакой заботы о хранении законов это то и выразил пророк присовокупляемым от этого закон потерял силу и суда правильного нет так как нечестивый одолевает правильного то и суд происходит превратный сказав же это поступающих беззаконно в Иерусалиме потому что Израиль порабощенная сирианами жил уже в земле чужой так изложив сперва что говорит лицо огорчающееся во врачевании предлагает божественный ответ посмотрите между народами и внимательно вглядитесь и вы сильно изумитесь ибо я сделаю во дни ваше такое дело которому вы не поверили бы если бы вам рассказывали призорливыми называет бог небоязвенно нарушающих закон и недугающих бесчувственностью им-то повелевает внимать предрекаемому прийти в ужас и убояться угрозы как и прежде события с ясностью все ведущей знал что не поверят изрекаемому и до испытания на самом деле что говорит совсем почитать будут ложным а однако же как благие правдивые не хочет судить по одному предвидению но и к неверующим обращает свои предвещания и наказания налагает уже на неприемлющих врачевства ибо вот я подниму халдеев народ жестокий и необузданный который ходит по широтам земли чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями на вас живущих в неправде и беззаконе ради которых огорчаются не знающие законов промысла на виду жестоких и неудержимых халдеев которые из алчности к чужому ополчается против всех народов страшен и грозен он от него самого происходит суд его и власть его народ этот знатен и одной славой о себе может устрашить судить же не чужим следуя законам но обращается за закон что приходит ему на мысль яснее выразил это Симах сам собой будет судить и исполнить свое повеление быстрее барсов коней его и прычи вечерних волков скачет в разные стороны конницы его издалека приходят всадники его прилетает как орел бросающийся на добычу всем этим пророк изобразил их силу мужества и быстроту ибо таков между пернатыми орел которому уподобил садников таковыми же зверями рыси и аравийские волки быстроте которых уподобил быстроту коней весь он идет для грабежа устремив лицо свое вперед он забирает пленников как песок они конечную гибель нанесут двоше силам при том покушающимся вести с ними войну и ополчаться на них это их ей выразил симмах все станут все добычи станут любостяжательности вид лица их ветер палящий как быстроту коней и садников порок изобразил в подобиях так изверх свалиться подобил палящему ветру ибо как ветер все опаляет обнаженные тела так одного вида халдеев достаточно чтобы в тех кто видит их угасло все блистательное и над царями он издевается и князья служат ему посмешищем над всякой крепостью он смеется насыплет осадный вал и берет ее играя более нежели прилагая какое-либо усилие разрушит и законное царство и противозаконное владычество обводя окопы и употребляя в белости набитное орудие разорит до основания всякий крепкий оплот но благие владыка увидев такое неистовство его помилует подпадших всем бедствием тогда нагревается дух его и он ходит и буйствует силой его бог его потому что применив гневно-сострадательность будет милостью и прекратит скорби посему-то пророк крайне изумленный божьим человеколюбие ему возвал тебе единому владыка принадлежит власть и наказывать как угодно и наказание переменять на милость но не ты ли издревле господь бог мой святый мой мы не умрем ты господи только для суда попустил его скала моя для наказания ты назначил его познав что ты изначало владыка и господь превыше всего сущего от тебя приемлем спасение на это говорит пророк вначале привел ты меня в бытие чтобы обличать согрешающих и предсказывать налагаемое наказание чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь когда нечестивец поглощает того кто праведнее его и оставляешь людей как рыбу в море как присмыкающихся у которых нет властителя представленные на начале пророчества недоумения пророк предложил по причине беззаконно поступающих в Иерусалиме предсказал же какое наказание потерпят они в нашествии халдеев и знаю что и об этом родится у многих вопрос почему бог согрешивших во многом предал людям более лукавым пророк предлагает сказанное им теперь не потому что сам он путливо изведывает божественный промысл возможно ли это сказавшим о себе что создан на обличении других но потому что изображает помыслы вдающихся в таковые исследования и говорит знаю что гнушаешься всяким пороком потому что ты источник правды но желая дознать почему попускаешь что богоуспешно высокомерное и стражащее бесчувственности и оставляешь без внимания что злочестивых терпят обиды не столько злочестивые ибо праведным назвал здесь порок не того кто во всем праведен но кто сравнительно праведнее делающего неправду так перевели Акила Симах и Феодатион умалчиваешь когда пожирает нечестивый того кто правдивее его если продолжится это род человеческий ничем не будет отличаться от бессловесных живущих водах у которых нет ни законодателей ни судей и слабейшая предоставленность пищи сильнейшим им подобен и этот во злоупотребляющий владычество свое разумеется царя Вавилонского всех их таскает удою захватывает сеть свои забирает их в неводы свои и оттого радуется и торжествует зато приносит жертвы сети своей и кодит неводу своему потому что от них тучна часть его и роскошно пища его так но будет как бы и уловляет целые народы и услышает costs и добы сказав, что царь Вавилонский соорудил золотой истукан и все множество подданных сверхподначальных и начальников принуждал поклоняться ему. И божественный Исаий, изображая высокомерие его, а вместе и наказание за то, и делая известными помыслами его, говорит, «Выше облаков, выше звезд небесных поставлю престол мой. Вселенную обыму, как гнездо, и как оставленные яйца возьму». И вскоре присовокупляет, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. И блаженный пророк Аввакум говорит, пожрет, приносит жертвы сети своей, и кадит сети своей. Зато приносит жертву сети своей, и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его, и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свои сети, и непрестанно издевать народы без пощады? Потому что во всем успеет, без труда уловляя его в сеть свою, кого хочет, и не испытывая пока никакого зла, нападет и на другие народы, и не пристанет, как некую сеть, распростирать могущество свое. Глава 2. Аввакум На стражу мою стал я, и стоя на вас, и наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Это подобно сказанным блаженным Давидом. Сие труд есть предо мною, доколе вошел во святилище Божие, и уразумел конец их. Ибо и здесь пророк говорит, пребуду в том тине, в котором возведен, и не оставлю твердыни. Но став на таком камне, на каком поставил Бог и великого Моисея, пророческими очами узрю решение изыскуемого. И из этого ясно дознаем, что таковые вопросы предлагались не божественным пророкам, но другими, потому что пророк говорит, «Посмотрю, чтобы видеть, что скажет во мне Господь. Ибо надо мне знать, какой ответ надлежит мне произнести и желающим дознать от меня это». И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение, и начертай ясно наскорежалих, чтобы читающий легко мог прочитать». «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы я и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Не ныне только сомневающимися в этом из реки Словасии, но и тем, которые будут впоследствии передать письменный об этом памятник. Лучше же сказать, «В будущем более, нежели к нынешним» относится то, что будет сказано, потому что по истечении долгого времени придет в исполнение пророчество сие. Потом пророк советует ожидать конца и не сомневаться по той причине, что до исполнения протечет много времени. «Если умедлит, потерпи». Истинно слово предречения этого. «Посему не сомневайся, хотя и по прошествии многого времени не увидишь конца, потому что непременно совершится и не останется неисполненным. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Кто оказывает сомнение к предвещаниям от меня исходящим, тот не достоин моего о нем попечения. А кто верует изрекаемому мной, сообразно сей верой проходит жизнь, тот пожнет плод жизни. «Посему, зная это, с верой прими предвозвещаемое тебе царе Вавилонском». Потом пророк описывает его гордыню и ненасытную любостяжательность. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, та, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть, он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает в себе все племена. «Посему, зная, кто водится самомнением, высоко о себе думает и пренебрегает мое долготерпение, тот ненадолго воспользуется этим владычеством над другими, потому что, подобно аду и смерти, не сознает в себе сытости и, покоряя себе всех людей, не может удовлетворить своему пожеланию владычествовать. Но не все ли они будут произносить о нем притчи и насмешливые песни? Горе тому, кто без мира обогащает себя не своим. Надолго ли? И обременяет себя залогами. Всякий здравомыслящий ненасытность его сравнит с адом и смертью, но и оплачет его за то, что чужими бедствиями приумножает достояние свое и не сознает в себе сытости, но обременяет подвластных оброком и данью. Почему всякий скажет, долго ли не удовлетворяться твоей ненасытности, но и невольно перестанет он делать неправду? Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение, так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Приоборов многих, не зложив, не зложен будешь немногими. Долгое время терпевшее твое мучительство, как бы восстав от сна, устроит твою погибель. Понесешь наказание за тысячу убийств, за великое злочестие, за беззаконные поступки с городами, которые запустили, быв лишенной тобою жителей. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Подлинно. Злосчастен и троекратно злосчастен, кто желает большего, такими средствами покушается обогатить свой дом и усиливается стать выше всех людей. Таковой потерпит большее падение, как с большей высоты, не звергающейся в глубину. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы и согрешил против души твоей. Тысячи зол причинив многим народам, душу свою пронзил ты грехами, и весь дом покрыл стыдом. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Не разумом только одаренные, но и недушевленные и неразумные твари возопьют о твоем неразумии и неистовстве. Очевидно же, что о камне и хруще сказано для усиления речи. Ибо и Господь сказал иудеям о детях, истинно говорю вам, если они умолкнут, камни возопьют. Вместо слов Хрущ Симах употребил древесная связь. Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа лесовоофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. По истине, слез и сетов не достоин ты несправедливыми убийствами, распространивший царство свое и неуразумевший, что Бог всячески потребует отчета у поступающих противозаконно. А если бы приобрел ты это знание, то силы своей не употребил бы, как некоего огня против многих народов, подвергая их чрезмерным казням. И не думай, что приобретение ведения Божия трудно. Напротив того, знай, что весь человеческий род весьма скоро приимет этот луч и озарится светом боговедения так, что горькое море неверия покроется сладкими водами ведения. Горе тебе, которое подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратиться и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Поскольку, отыскивая зарытое сокровище, как мутное некое питье, уготовил ты другим казнь, то и сам прийми питье, какое ты растворил, и вкушая его, отложи прежнюю славу, облегшись же бесчестием, оплакив внезапную превратность. Праведное Божие наказание постигло тебя, ибо чашей и вином пророк называет наказание, как говорили многократно. Ибо злодейство твое наливание брушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Потерпишь наказание за то, на что отважился ты против Иерусалима, ибо Ливаном пророк назвал Иерусалим. И как неким зверем предан будешь врагам, неся наказание, запрещаненное тобою всякого рода зло. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Что несмысленнее этого, поклоняясь рукотворенным идолам, видеть перед собой вещество и искусство, и потупоуме воздавать им чествование, как богам? Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Кто не будет по справедливости плакать о тех, которые соглашаются молиться богам, сделанным из золота и серебра? Они не стыдятся будить их, как сонных, и при том, зная, что совершенно они неодушевлены, не способны действовать видимыми у них орудиями чувств. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля перед лицом его. Ибо идол немы и лишены всякой силы. А владыке нашему, как бы неким храмом, служит небо, и на земле в Иерусалиме есть у него посвященное ему место. И по всему справедливо, что от всей твари приемлет он чествование. Очевидно же, что и это изречено царю Авилонскому, который презрел сущего бога, и божественный храм его предал огню, а чествовал всяким служением идолов, сооруженных рукою человеческою. Так блаженный пророк, дав речь особенные образы, изложив ее в виде вопроса и ответа, недоумение и решение на то, что привело к недоумению, и показав правдивость Божией и то, как наказует Бог иудеев через вавилонян, а вавилонян через другие народы, снова изменяет речь к песнопении и молитве, в виде молитвы предвозвещая опять будущее. Глава 3 Аввакум Молитва Аввакума пророка для пения «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». Страха исполнился я, владыка, услышав Твои глаголы. Увидев же справедливость Твоего определения, увидел, как всем, что не делается, распоряжаешься Ты правдиво, пребывая в крайнем удивлении. Это иными понимается различно. Одни по двумя животными разумели ангелов и человеков, а другие же те из бесплотных сил, которые приближены к Божьей славе, Керувимов и Серафимов, а некоторые иудеев и вавилонян. Но мне кажется, что пророк говорит не о двух животных, но о двух жизнях, настоящей и будущей, посреди которых является праведный судья. Ибо с течением времени и явлением самых событий оказывается не лживость Твоих предречений. Когда смутилась душа моя во гневе, вспомнишь милости. Когда и наказаниями смущаешь души людей, и тогда, когда милость изменяешь, опять бедственное их состояние. «Бог от Фимана грядет, и святые от горы Фаран покрыла небеса величие Его, и славой Его наполнилась земля». Слово «фиман» одни перевели «лил», другие «юг». Пророк же предрекает и предвещает во человечение Бога и Спасителя нашего, совершившегося в Ифлиеме, который лежит к югу, или ливу от Иерусалима. А горой приосиненной называет сам Иерусалим, обиловавший древним многоразличными дарованиями, осеняемый облаком и пребывавший под кровом Бога Небесного. Это изрек и блаженный Давид. «Господи, Господь наш, как чудное имя Твое по всей земле, как велико великолепие Твое превыше небес!» Ибо единородное Божие Слово, очеловечившись, рассеяло мрак неведения, просветило же человеков лучами Боговедения, и всех научило, что Бог Творец неба и земли и сего. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Потому что издали самый светлый луч, которым озарил Вселенную. Он издал. Не только распространив свет учения, показал тем истину, но и силой чудотворения всякой язык воздвиг к удивлению. Садело же то и другое по великой любви к естеству человеческому. И сам Господь сказал это в Священном Евангелии. «Я есть пастырь, пастырь добрый душу полагает за овец. И нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих». А рогами пророк назвал силу, потому что рога составляет оружие снабженных ими животных. Таков смысл сказанного блаженным Давидом. «А тебе, враги наши, а тебе избадаем рогами». Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер в наказание при ногах его, потому что делам предшествует слово, и, предрекая будущее, ведет оно за собой и события, весьма согласные со словами. В наказание слово в некоторых списках имеет в конец и дает делать, что Бог всячески к вразумлению и научению людей употребляет как слова, так и дела. А в некоторых списках слово сие не имеет на конце буквы «Н» и означает, что с великим удобством, как на ресталищном поле, за пророчествами следуют согласные с ними события. «Он встал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Всем сказанным пророк показал нам неизвеченное Божье могущество, потому что за преднамерением Божиим следует и самое дело. «Восхотев только», — сие выразил пророк словами, «стал и презрел». «Колебит он землю, сокрушает рот человеческий, расторгает горы, делает, что холмы тают, как воск». Это же и подобное сему соделывает Бог на пользу людям. Ибо шествиями называет пророк дела, означает, сказанным и источивший всем людям спасение крест. «На нем встал Владыка Христос и поколебал землю. Привел в движение и расторг горы, поразил ужасом демонов, разрушил капище на горах и холмах, определил это из начала и доустроения мира, исполнил же напоследок дней». «Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской, но по спасительных страданиях увидел я падшими демонов, которые по своему произволению, уподобляя себя естественному свету и хиопов, обольщают души людей. Если же кому угодно разуметь, и это и о людях, то не удалится он от цели Божественного Писания, потому что после спасительного креста и страданий по воскресению Владычным божественный лик апостолов, исполнившись духовной благодати, увидел и кровы Мадиамские, и жилища эфиопские, и целую вселенную исполнил Боговедение. «Разве на реке воспылал Господи гнев твой, разве на реке негодование твое, или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные?» «То есть колебля земли и горы, стирая с лица земли, уже ли ты, владыка, гневаешься на все народы и всем человекам готовишь конечную гибель, ибо реками и морем пророк назвал народы?» «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленом, ты потоками рассек землю, но очевидно, что, промышляя о спасении человеческом, приял ты эти страдания, почему, как на неких конях, восседая на священных апостолах, всем верующим даруешь спасение, а карательные орудия употребляешь на прикословищах, между которыми сервенствует колено Израилевы, потому эти колена назвал пророк скипетрами, сходно с этим и сказанным Господом в Дамаске Анании о блаженном Павле Иди, ибо это сосуд избранный, и он пронесет имя Мое перед народами и царями, и перед сынами Израилевыми, А это весьма согласно с тем, что сказано блаженным Давидом, Псалом 44,5 «Царствуй, поражай, и через несколько слов стрелы твои заощренны, сильны, реками расседается земля, как земледельцы умудряются для орошения земли, отводят реки, в ископанное имя рвы, так и ты, подобно неким рекам, разделишь божественных апостолов и их последователей, и достаешь людям духовное орошение. Увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои». В этом заключается двоякий смысл. «Уверовавшие, видя явленную силу твою, возлюбят ту, и станут как бы болезновать, желая увидеть вечное царство. Одержимые же неверием ощутят болезни жены рождающей от зависти и ненависти к славе твоей». Это согласно сказанным расточаться воды шествия его, потому что воды божественного учения своего через божественных апостолов и излиял на все народы. «Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих». Пророк продолжил и на сказание и соблюл последовательность представлений, ибо священных апостолов на реке реками морем именует народы, погрязшие в горести нечестия. Но как при впадении рек в море происходит великий шум от противоборства морских волн, препятствующих впадению. Так, когда божественные апостолы, обходя народы, приносили спасительную проповедь, воздвигались против них оволнения и мятежи упрекословящих им неверных и покушавшихся угасить пламени учения. И это ясно показывает нам история деяний, ибо в Ефесе воздвиг против апостолов мятеж серебряных Дмитрий. Другие же в Коринфе вопияли, и развратители всесветные пришли и сюда. А в Иерусалиме иудеи воздвигнули весь город на бога мудрого Павла, напоследок предали его римлянам. Можно найти тысячи других подобных примеров. «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. И при этих восстаниях, напосланных тобою к народам проповедников, ты, — говорит пророк, — имея неизреченное могущество, изобивая всякими карательными орудиями, хотя одним прещением можешь расплить всю землю с ее обитателями, а однако же пребудешь долготерпеливым, будешь же оказывать сие долготерпение, потому что ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечистилого дома, обнажая его от основания до верха. И это сходно с тем, что спасителям нашим сказано в Священном Евангелии. Сын человеческий пришел в мир, чтобы не судить мир, но да будет мир спасен через него. А помазанным пророк называет удостоившихся призвания, с верой приявших проповедь и сподобившихся благодати Божественного Духа. Как уверовавшим даровал ты спасение, так до конца не уверовавших предал смерть и обложив их узами. Ты пронзаешь копьями его главу в вождей его. Когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы, думаю, поглотить бедного скрытно. Когда же могущество твое соделается явным для всех людей, тогда обличенные высокой власти придут в такой страх, что не с дерзновением, но скрытности тайно станут выражать свое противление, так что справедливо и иной уподобит их нищему, который не смеет вкушать пищу явно, но жует ее, не разверзая уст. Ты с конями твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод. Выше сказал пророк, что при влиянии рек в море происходит буря, а здесь названных реками наименовал еще конями, при вступлении которых к народам восставали волнения, но за волнениями последовала глубокая тишина. Это и Господь сказал в священном Евангелии, не пришел я принести мир во вселенную, но меч, разлучить человека с ближним его. Сын восстанет на отца, дочь на матерь свою, невестка на свекровь свою. Поскольку согласно возлюбили нечестие, то добрым разделением разрушает худое согласие и после достохвального разногласия производит единодушие благочестие. Я услышал и вострепетала внутренность моя, привестия всем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Пророк заключил из сказанного, что постигнет неверующих иудеев по уверованию язычников, сказал, что движимый состраданием к единоплеменникам пришел он в трепет и страх от предсказаний изреченных в молитве. Однако же, говорит он, имеет то утешение, что не буду самовицын бедствия их. Прежде исполнения предречения буду иметь конец жизни, освобожусь от переселенчества жизни настоящей. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стоилах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Я не увижу, говорит пророк, ни бесплодия смоковницы, ни неурожая маслины, ни виноградной лозы, лишенной гроздов, ни обнаженных полей, ни приносящих колосьев, ни скота, гибнущего от голода. В каждом из этих изречений заключается и насказание, ибо смоковницей пророк назвал Иерусалим. Так понимать научил нас Господь, притчей указав на бесплодную смоковницу, которую садовник намеревался струбить за неплодие. Но делатель сада умолял дать ей несколько времени, чтобы, когда приложено будет особенное не попечение, или дала она плод, или была вырвана с корнем. Виноградом же Божественное Писание многократно миновало народ Божий. Не буду приводить других свидетельств. Устами Исаии говорит Бог, Виноград Господа Савуофа дом Израилев и дом Иудин новый сад возлюбленный. Ждал я, что сотворит суд, его сотворили они беззаконие и неправду, но вопль. А недающего плода маслины не погрешивно зовет иной фарисеев и садукеев, который, величаясь присвояемым имя себе и именем праведности, и вовсе не приносили плодов ее. И что маслина берется в изображение праведных, свидетель всему великий Давид, который взывает я, как маслина плодовитая в доме Божием, упалая на милость Бога моего вовек. Полями бесплодный пророк нарисает покорных всем наставникам, которым Иеремия взывает поновите себе поля и не сейте Натерния 4.3. И овцами называет пророк подчиненных, которым угрожает голодом, ибо сказано «Вот пошлю голод на землю не голод хлеба не жажду воды, но голод слышание слова Господня». Это же «Не будет волов приятных» говорит пророк об Иереях, без которых остались пустые именитые древние жертвенники. Как волы обрабатывают землю, так и иереи возделывают души людей, как некую пищу, собирая с них приносимые к божественным жертвенникам, как к неким яслям. О них и блаженный Павел сказал, не заграждай уст у вола молотящего. И еще служащие жертвеннику китаются от жертвенника, но они впадут в таковые бедствия. Но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Хотя я за них исполнился печали и страха, но потому что слава Бога моего соделается явно и для всех человеков, радуясь и веселюсь. Ибо подкрепит Бог естества моего немощь и сделает, что подобно оленю буду попирать змеев и скорпионов и духов злобы, пока не зайду на высоту добродетели и не воспою победные песни спасители и творцу. Известно мне, что иные всю молитву Аввакумов, понимая исторически, утверждали, будто пророк предрек это возвращение из Вавилона. Не буду противоречить, если кому угодно полагать, что прообразовательно предреченность я возвратившихся из плена, потому что такое разумение согласно и с моим толкованием. Если Весхозаветная подлинна есть действительное прообразование новозаветного, напочел бы я ни с чем не сообразным, когда превозмогает действительность и телом закрывает тень, а чем-либо другом понимать пророчество не вполне тому соответствующее. Если же кому желательно дознать в точности, пусть истолкует пророчество и увидит, что в нем большая часть немало не соответствует прообразованиям. Впрочем, об этом пусть судит кому как угодно. А я умоляю читателей извлекать пользу истолкуемого и при помощи божественной силы совершать течение и выживать победных венцов, податель которых владыка Христос. Ему подобает всякая слава во веки веков. Аминь. Толкование на пророка Сафонию. Содержание После богочестивого и боголюбивого царя Езеки воцарившийся сын его монастыя дошел до крайнего предела нечестия. А так же сделал, что и народ совратился в беззаконие и служение идолам. Сын же Луамон царствовал, немногое время последовал злочестью отца, но не поревновал его покаянию. Он так же как и отец обучал народ всякого рода пороком. Разденный им треблаженный Иосиф возлюбил путь прямо противоположный их пути, преуспевал во всяком благочестии, во всякой добродетели, служение Богу предпочитая всему в совокупности. При нем составил пророчество богомудрый Сафония, да и божественный Иеремия начал пророчество тридцатый тридцатый тринадцатый год его царствования. Предсказывает за сей чудный пророк о том, что будет с Иерусалимом и коленом Иудиным. Предвозвещает скорби и соседственность с иудеями и иноплеменникам и предрекает конечную гибель истериянам. Потом предвозвещает возвращение народа Божия и будущее во владычном поселовечении, спасение всех народов. Таково вкратце содержание пророчества. Начинается же пророчество так. Глава первая. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Язекии, Води Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И доказывая справедливость пророчества, присовокупляет пророк. И да, из немогут нечестивые, за нечестие и беззаконие людей истреблю и то, что для людей создано и на них сотворено потребу, то есть роды бессловесных. Так, каким на служение сотворил Я и птиц, и рыб, и скот, то с ними вместе погублю и это. Ибо не будет в этом потребности, когда не станет пользующихся. И показывая, чем раздражен и на что гневается, присовокупляет. И простру руку мои на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблюсь вместо сего остатки Ваала, ими жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех, поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим. Исчислением грехов доказана справедливость наказаний. Но и наказание исполнено человеколюбие, потому что Бог обещает избавление от заблуждения и забвение не только служения и идолам, но и самого наименования их. Воинством же небесным назвал сон небесных светил, потому что им, желая лучше их видеть, приносили жертвы на кровлях домов. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем. Иный спросит, может быть, почему Бог устами другого пророка заповедует отъять ату смерзости Вааловы? Клястья же повелевает так, жив Господь в истине, Теремия 4.1, а здесь угрожает наказанием клянущимся Господом. Но нетрудно найти и скорое решение вопроса, ибо сказано о клянущихся Господом и о клянущихся Царем Своим. А Царем назывался Аммонитский Идол, как находим у других пророков из Третьей книги Царств. Сказано, и ходил Соломон след Астарта мерзости Сидонской, и след Царя их идола сынов Аммонитских. Третья Царств 11.5. Посему наказанием угрожает Бог тем, которые клянутся вместе истинным Богом и Господом, идолами, а поэтому согласны между собой пророчества. В одном говорит Бог, если удалишь мерзости воалову от уст твоих, и будешь клясться жив Господь в истине. А здесь укоряет тех, которые наружно показывают, что служат Богу, предпочитая же служение идолам. Так после угрозы скорбным сростворяет угрозу увещанием, чтобы не совратились стихчайшие пороки, отчаявшись в спасении. Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. Жертвами пророческое слово называют многократно и избиение беззаконных, а это найти можно и у других пророков, и у богомудрого языки или званными заименуют врагов. Сказал пророк о свете место, вместо определил. Так устами Исаия говорит о священной суть, я введу их. Исаия 13.3 То есть на это определенное. А как действительно святое отделяется и отлучается от скверного, так и определенных понести наказание, как отделенных на это самим богом всяческих, называет освященными, так и жертву и наименовал не в точном значении слова. Так и слово анафема имеет двоякий смысл, ибо означает он им не только посвящаемое богу, но и отчуждаемое от бога. И будет в день жертвы господней, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом господа своего наполняет насилием и обманом. Поскольку определение наказания произнесено во дни оси, царя благочестивого, и царь сей не подлежал ответственности в этом, но дети и потомки его, жив без закона, понесли наказание за дела, на какие отважились. Кто справедливо сказал, отомщу не на царя, но на дом царских и на князей. Под одеянием между чуждыми, по словам некоторых, разумеется, приобретенной хищением и любостяжательностью, а по словам иных, делаемое по-крайнему непотребство, потому что и мужи, живя без закона, облекаются в одежды женские, и жены, преданные походливости, носят одежды мужские. Но мне кажется, что слово пророческое дает, разумеется, нечто другое. Закон запрещает одежды тканой из льна и шерсти в старозаконе 22.11. Вероятно вероятно вероятно, что величайшиеся богатством и преданные роскоши в одежде подражали соседним народам и на льняных хитонах делали вокруг какие-нибудь разновидные излишние украшения из шерсти багряного цвета, а это прямо было противно божественному законоположению. посему бог угрожает и им и тем, которые с нечестьем и лестью входят в божественный храм. А словом лесть пророк дает разуметь, что по видимости имели они благочестие, втайне же любили служение идолам. За эти то ваши беззакония сказано в пророчестве и будет в тот день говорит господь воплю ворот рыбных и рыдания у других ворот и великое разрушение на холмах. Когда враги разобьют городскую стену и отворят врата, тогда с восклицанием и воплем побежите укрыться в стенах святилища. Когда же и врата храма станут так же отперты для врагов, предадитесь плачу и будете поражаемы. И если некоторые из вас займут вершины гор или войдут высокие домы, то подвергнутся той же гибели. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. Посеченным пророк назвал Иерусалим по причине постигшего его бедствия и повелевает его оплакивать, потому что опустел жителями. поскольку поревновали нечестью хананеев, то претерпели и конечную гибель подобно хананеям, и немало не помогло им богатство. И будет то время я со святильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожах своих и говорят сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. То есть никто из подлежащих наказаний не избежит казни во всех пределах и на всех предан на заклание. Выражено же это иносказательное и образ речи взят тех, которые употребляют святильник при отыске ничего либо потерянного и не выпускают его из рук, пока не найдут. Стражами называют установленные законом, что закон повелел хранить. Здесь осуждают отвергающих промысел, осмеливающихся говорить, что все случайно, утверждающих, что Бог всячески и не благотворит и не наказывает. Им пророк угрожает расхищением, истреблением домов и бесплодностью трудов, ибо говорит Продолжение следует... Продолжение следует...